Всем привет! Ну что, друзья, давайте продолжим сборку нашего BRDM. Значит, самостоятельно я еще подклеил здесь кое-какую мелочевку. Ну, во-первых, сделал фары. Вот так вот они сейчас у нас выглядят. Так, сзади подкрасил тоже стоп огней. Ну, наверное, нужно будет их еще немножко пролить, потому что лак при высыхании, он немножко как бы получился вогнутый вовнутрь. Вот, я думаю, надо будет еще потом капнуть тоже. Далее подкрасил вот глушитель алюминий, потом мы еще будем его немножко добавим к нему ржавчины. То есть, в принципе, у нас как бы машина не совсем убитая будет, а, можно сказать, практически новая поступившая у войска на испытание, скажем так. Вот. Ну и теперь давайте займемся нашим днищем. То есть, на днище мы постараемся нанести грязь, вот, чтобы, ну, во-первых, скрыть наши дефекты вот эти вот. Ну, и как-то немножко поинтереснее сделать. Правда, здесь у нас задача несколько усложняется. Дело в том, что, вы помните, да, вот это основание, оно у нас достаточно здесь такое чистенькое, травка, камушки, то есть, как бы здесь грязи-то особо-то нет. Вот. То есть, чтобы не получилось, как бы, дисбаланса, да, такого. Единственное, что тут, как мне кажется, какой можно вариант предложить, то, что машина ездила где-то до по грязи, и вот уже в тот момент, как она оказалась на этом лугу, скажем так, грязь уже частично поотвалилась, то есть, стерлась и осталась такая вот сухая грязь. Вот. Ну, не знаю, насколько получится добиться такого эффекта, честно говоря, не знаю. Ну, давайте пробовать. Вот. Значит, нам понадобится, ну, здесь вот у меня остатки, сейчас в прошлых разов остались. Вот пигмент намешанный со строительной, с плиточным клеем. Вот у меня плиточный клей был, я намешал с пигментом, получился только для придания, как бы, массы, да, немножко. Получилась такая вот сухая земля, можно сказать, такая серая немножко. Вот. Плюс вот такой вот коричневый еще пигмент. Ну, и нам понадобится клей ПВ, немножко разбавил его водой. Вот. Ну, давайте попробуем. Значит, сначала будем промазывать клеем все наши арки, днища, вот, а потом будем присыпать туда пигмент. Так, ну, давайте начнем, пожалуй. Так, пигмент, наверное, думаем тоже кисточкой попробуем. Сначала мы вот такой вот сделаем основной цвет, наверное, темный. А потом уже пройдемся в некоторых местах разбавим его, вот, коричневый. В принципе, для меня всегда, в общем-то, такое получается, да, можно сказать, что эксперимент, то есть, как оно получится в итоге, честно сказать, наверное, не смогу. Вот. Но. Что-то да получится, я думаю. Так, здесь мы тоже, наверное, чуть-чуть пройдемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ну давайте еще накормить, чуть-чуть тоже пройдемся. Потом мы еще постараемся все это дело немножко растереть, так сказать, убрать излишки. В общем, посмотрим, будем, так сказать, действовать по ситуации. Так, пройдемся немножко тоже вот по вот этим вот внешним местам. Передние арки. В принципе, вот по опыту нанесения вот такой штуки, скажем так, на вот... Кто смотрел постройку Т-35Т танка немецкого. Там, в принципе, мы делали похожую вещь. То есть вот там, где мы смазываем клеем, там получаются такие как бы сгустки грязи, комки, такие засохшие вот именно. То есть потом мы, когда еще немножко счистим все это дело, то есть кое-что у нас уйдет, скажем так. Вот. И вот как раз останутся такие вот именно, ну как мне кажется, такие засохшие комья грязи. Во многом, конечно, так действую, скажем так, больше по интуиции. Чистый эксперимент может получится, а может и нет. Ну тут, мне кажется, должен работать принцип глаза бояться, а руки делают. В любом случае, какой-никакой опыт, даже если он будет отрицательный, я думаю, все равно пригодится. Так, друзья, ну теперь вот, теперь нам остается только подождать, пока вот это все дело у нас подсохнет, чтобы клей высох. Единственное, вот я, наверное, все-таки добавлю еще, наверное, вот на щит, все-таки, наверное, добавлю сюда чуть-чуть. В общем, можно сказать, что, как бы, базу мы нанесли первый слой. Вот. Ну а дальше уже будем по ситуации. Смотреть, что у нас получится. Нужно будет счистить лишнее все. Немножко и разбавить еще будем дальше смотреть. Так, ну, пожалуй, наверное, пока вот это все вот так оставляем сохнуть. Вот, а потом уже посмотрим, может где-то что-то мы будем добавить или убавить. Все, друзья, пока на этом тогда я прервусь. Ждем, пока высохнет наш первый слой. Так, друзья, ну давайте продолжим. Смотрите, значит, у нас подсохло немножко. Вот я уже начал тут с одного борта снимать лишнее. То есть у нас остается такая вот засохшая, скажем так, прилипшая грязь. Немножко здесь не очень хорошо получилось. То, что вот у нас, как бы, она... Мне кажется, нужно вот добавить именно вот по краям, потому что у нас как-то грязь, получается, заползла, как бы, набор, да. А вот угол, вот эти вот края остались как бы без грязи, не совсем, мне кажется, смотрится естественно. Но это мы сейчас вот пройдемся. То есть я сейчас что делаю? Я просто беру и этой же кисточкой, сухой, скажем так, просто снимаю вот излишки. Немножко. Так, тут немножко не высохло. Но ничего страшного. Пока вот здесь начнем. Вот. Кроме того, оно немножко добавляет, немножко получается я по борту растираю еще чуть-чуть грязь. То есть, грубо говоря, у нас, можно сказать, такая фактура, что ли, грязи получилась. Сейчас мы еще немножко, наверное, добавим, пройдемся вот по вот этим вот местам. Наверное, чуть-чуть, я думаю, еще пройтись, где вот у нас получилось проплешину, скажем так. Вот еще пройдемся, что-то так. Клей. То есть, все делаем то же самое. Теперь вот немножко вот именно по, стараюсь, по углу вот по вот этому, даже вот здесь, наверное, где вот грязь могла так налипнуть. Музыка. 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 опять оставляю подсохнуть это дело вот и еще раз друзья прервались там друзья но вот подсохла у нас этот кусочек тоже которую мы сделали последним теперь давайте попробуем немножко для разнообразия добавить от коричневого оттенка но тут уже будем без клея просто такими вот женими немножко отрем это дело дабы не у нас смотрелось немножко так поинтереснее скажем так можно и этого тоже сверху еще добавить цвета тут как говорится можно экспериментировать мне кажется по разу у нас такой получается достаточно такой аппарат поколесивший скажем так по грязи хорошо помесивший грязь вот но в то же время не убитая машина ну во всех случае мне хочется сделать так чтобы это был не убитая машина именно скажем так машина выехавшая из мест хранения или только прибывшая на испытания и вот так сказать процессе этих испытаний так тут лишнее уже пальцами конечно ничего страшного здесь все умирается буквально немножко прохожусь так вот это примерно все у нас выглядит сейчас так но дальше дальше мы наверно теперь добавим вообще конечно можно прикинуть как это смотрится с нашим ландшафтом но с нашим ландшафтом пока конечно это смотрится мне кажется не очень здорово пока даже вот не знаю получится это все дело вообще вот но хочу сверху еще чтобы это было более похоже на сухую грязь хочу сверху еще наверно пройтись вот таким вот светленьким вот у меня тут есть два таких светлых оттенка сухая русская земля и светлая русская земля давайте наверное еще вот как раз сверху попробуем пройтись таким вот цветом здесь я немножко уже залезу так сказать на корпус дамы с имитировать еще как бы и пыль В принципе, излишки можно подтереть пальцем, если что. Немножко, если где-то мы переборщили, тут ничего страшного, мне кажется, нет? Так, желательно, конечно, наверх. То есть, наверх я предполагаю так, что машина изначально была чиста. Вот где-то она в процессе, так сказать, движения или на полигон, или где-то на самом полигоне. И так вот проехала немножко по грязи, скажем так. Но недолго она, скажем так, была в грязи, поэтому наверх особо в грязь не попала. Такая вот у меня, друзья, легенда. Не знаю, насколько она, конечно, соответствует или не соответствует действительности. В принципе, конечно, наверно, чуть-чуть пыли сверху-то, наверное, надо будет, конечно, добавить буквально. Ну, посмотрим. Так, друзья, ну что? Так, вот здесь еще, наверное, надо чуть-чуть. По этим колесам пройдусь тоже. Так. Ну, не знаю, друзья, похоже или не похоже, это на сухую пыль, ой, на сухую грязь. Вот, ну. Ну, и кажется, что-то в этом есть. Так, 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 так. Вот теперь, я думаю, все-таки попробовать пройтись немножко, все-таки припылить. Сверху? Вот, даже пока не знаю, друзья. Даже пока не знаю. Есть у меня еще одна мыслишка по поводу вот пыли. Сделать ее не пигментом. А затыть из-за аэрографа у Мига есть такая штука, тоже, он не яйца, но у Валдера есть еще жидкость такая. Тоже очень здорово из нее пыль получается. Так, сейчас, секунду. Только, наверное, взять какую-нибудь кисточку поменьше и пройтись буквально вот по вот этим вот местам. Без, так сказать, особого фанатизма. Буквально чуть-чуть. Чтобы уж совсем у нас чистый не был. Хотя, вот, не говорю, не хотелось. Вот, честно говоря, вот сверху. Ну, да ладно. Эксперимент, эксперимент. Сейчас постараемся немножко так растереть все это дело хорошенько. Лишнее можно вот так вот пальцем поубирать. Немножко сгладить. Да, что-то, как-то пока-нибудь, не знаю, честно говоря, друзья, что получится. Чувствую сейчас. Завозюкаю я его опять по полной программе. То есть все планы опять пошли непонятно куда. Ладно уже, как говорится, будем домучивать его. Ну, я еще думаю, что, в принципе, когда лаком будем это все дело фиксировать, то, конечно, немножко это все сгладится. Вот, так, 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 вот тут, конечно, у нас вот эти печатки нам не нужны. Вот, не хотел, как говорится, я пачкать, но никак не получается остановиться вовремя. Поэтому вот, ну, пройдусь вот по, как говорится, по стыкам, да, куда вот могла забиться пыль. Так, и на этом, наверное, надо завязывать, иначе, иначе тут это может быть все надолго. Так, для разнообразия добавляем немножко коричневого. Кажется, не попадаем мы, конечно, в нашу диораму, нифига. Ну ладно, посмотрим, что-то у нас дальше получится. Так, наверное, наверное, давайте-ка, наверное, пока прервемся на этом. Вот, я еще тут сейчас немножко подумаю. В принципе, низ-то у нас получился, я считаю, неплохо-то. Вроде бы на засохшую грязь, ну, на мой взгляд, похоже. Вот. Ну, а сверху, сверху, сейчас я еще немножко подумаю. Что тут можно сделать? Что у нас получается, если так поставить? Ну, вообще, конечно, немножко, конечно, странно выглядит. Либо попробовать, конечно, еще можно припылить саму траву, чтобы она не такая ярко-зеленая была, прям ядовито-зеленая. Ну, честно, я не знаю, друзья. Не совсем, мне кажется, получилось то, что хотел. Ну, посмотрим давайте еще. Сейчас пока прервемся, может быть, что-нибудь еще придумаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok